Всем привет! Новости из Хабаровска. Компания Торекс Хабаровск уведомляет своих работников о том, что у них изменились условия трудового договора. А именно, в соответствии с требованиями части 2 статьи 74 ТК РФ, уведомляем вас, что в связи с изменением организационных условий труда, а именно проведением специальной оценки условий труда на вашем рабочем месте на основании приказов от 17.12.18 года за номером 1167 и от 17.01.2009 года за номером 42 о завершении работ по специальной оценке условий труда. Положение о порядке установлено работником Торекс Хабаровск гарантий и компенсаций с учетом условий труда на рабочем месте. То есть, вредность. И, в общем, они убрали эту вредность, все, нет вредности. И дальше, если вы не согласны на продолжение работы в новых условиях, то есть условия-то остались старые, просто вот они тут пишут в новых условиях, то есть вот перестало быть вредно. Вам будет предложен перевод на иную, имеющуюся в УОО Торекс Хабаровск работу. При отсутствии указанной работы свободная каска, свободная каска. Вы можете, короче, уйти. Согласно статье пункта 7, части 1, статьи 77 ТК РФ. Вот, это зам генерального директора подписалась по персоналу. Очень нужный контакт. Так. Угу. Это мне напомнило мою работу на Подольск кабель. То есть там работа с пластикатами. Ну, тоже химия, тоже вред. Пластикаты, красители, опрессовка кабеля. И в какой-то момент, а, то есть мизерные оплаты вредности. То есть как, ну чего смеетесь, вы лучше вообще тогда не давайте. Или нам, нас вот изначально обманываете, что вредности нет, все хорошо. Чтобы люди хотя бы, ну как бы, просто были обмануты. Обманутые люди. Новый термин. Ну вот, уже не дольщики, уже всех касается. А тут, короче, вроде бы нам говорят то, что это вредно. И, ну, это стоит столько. Ладно, Подольск кабель это отдельная тема. Там вообще, короче, я оттуда уволился. Вот. Потом, что еще. Работал на заводе Салют. Металлизатором. То есть это, ну, кто знает, кто знаком. Пропесочивать, значит, вот, детали. Плазменное напыление. Это вредно. Давали молоко. Ну, помните, да? Молоко за вредность. И вот нам давали молоко в месяц, там, ну, по 4 пакета. Я не знаю, пакет на неделю, что ли. Вот. Вот такие новости. Все. Нацию уничтожаем методом. Все безвредно стало, короче. И мусор раздельный. А я успокоюсь на юморе. И напоследок решил прочитать вам один отрывок из книги «Сила простоты. Руководство по созданию эффективных маркетинговых стратегий». Так вот этот отрывок. Вместо того, чтобы думать самостоятельно, мы полагаемся на других. В этом и проблема. Не случайно ожидалось, что к 2000 году обороты управленческого консалдинга достигнут 114 миллиардов долларов. Доктор Коллард говорит «Дело не только в том, что думать трудно. Многих страшит это занятие как таковое. Они покорны, послушны и с легкостью принимают предложения, поскольку это избавляет от неприятной необходимости думать самостоятельно. Когда нужно работать головой, они полагаются на других, а в случае трудностей бегут к своему покровителю. Путин, помоги! Страх думать сильно влияет на новостной бизнес. Некоторые даже задаются вопросом, есть ли у него будущее. Колумнист Ричард Ривз полагает, что конец новостей, возможно, не за горами. Лавина информации о быстро меняющейся современной жизни отталкивает публику. Людям не нужны сложные истории и противоречивые эмоции, ведь они заставляют вспомнить о собственном бессилии и разочаровании». Сегодня 28 января 2019 года. Вчера был пикет в Подольске. Также вчера был юбилей блокаде Ленинграда. И как раз эта мысль на пикете и проскользнула. То, что люди, идущие мимо и смотрящие на развернутые плакаты с надписью «Нет пенсионной реформе!» «Нет повышению цен больше, чем на 10%!» «Нет повышению цен на топливо!» Они как-то удивлены. Конечно, в голову им не залезешь, но это и есть тот момент, когда люди в своей рутине живут как винтик. Они не думают о чем-то другом, кроме как «Мне работать надо! Мне же семью кормить! Не отвлекайте меня!» А тут их выдергивают и вот здесь вот и этот момент. Людям не нужны сложные истории и противоречивые эмоции. Ведь они заставляют вспомнить о собственном бессилии и разочаровании. Конечно, там был самый минимальный опрос на этом пикете, просто мимо идущих. Но уже видно, чем дышит, значит, человек. То есть надеждой. Мы надеемся. Удачи вам! Удачи вам! Продолжение следует...